Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Первое после каникул. Какие решения приняли краевые парламентарии на сессии АКЗС? Назад в прошлое. Что хотели сказать комсомольцы потомкам 50 лет назад? За забором. Почему на барнаульский хоккей на траве не пускали болельщиков? Будут ли в крае выделять бесплатную землю под строительство газозаправочных станций? Первая после каникул сессия краевого законодательного собрания прошла сегодня в Барнауле. Депутаты быстро утверждали законы в двух чтениях. Но одной социальной категории в поддержке отказали. Анастасия Драган продолжит. Вопрос о детях войны снять с повестки. Первое, за что сегодня проголосовали депутаты. Справедливо Россия предлагала расширить закон и закрепить льготные 400 рублей за детьми войны, которые других выплат не имеют. Проект отменили по финансово-экономическим основаниям. Но депутаты оперативно поддержали другую, новую категорию – предпенсионную. Сохранение региональных льгот, привязки их не к выходу на пенсию, как у нас есть сейчас, а к тому возрасту, который сейчас есть для выхода на пенсию. То есть 55 лет для женщины и 60 для мужчин – гарант получения коммунальных льгот и выплат для ветеранов труда. Сегодня депутаты окончательно оставили в прошлом открепительные для выборов. Губернатору продлили время для итогового отчета с января до второго квартала года. Историческим Александр Романенко назвал закон, по которому все госпрограммы будут утверждаться не только в Госдуме, но и в КЗС. Я призвал своих коллег, что мы теперь обе ветви власти будем одинаково ответственны за утверждение программы, самое главное – за их выполнение. Неожиданно спорным стал земельный вопрос. Теперь перечень объектов, в которые может выделяться земля без торгов, стал шире. В список попали хранилища ТБО и газозаправки. В ходе обсуждения депутатов смутила торопливость. Принять закон авторы предложили сразу в двух чтениях. И финансовый вопрос. По проекту газозаправка стоит 10 миллионов рублей. Газомоторная станция, минимальная стоимость проекта – это порядка 150 миллионов рублей. Давайте не путать с теми бочками газовыми, которые стоят где-то в пригородной части, на трассах. Первое – закон нужно принимать. Второе – в двух чтениях инвестор есть. Что еще нужно? Вчера на фракции задавались эти вопросы. Кто инвестор конкретно? Нам ответа вчера не дали на фракции. Ну реально не дали ответа. Сказали, что вот все обсуждается. Сегодня появляется инвестор. Да он за день появился, что ли? Несмотря на предложение доработать проект, большинство все же одобрило его во втором чтении. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Алтайский край входит в зиму с долгами почти в 300 миллионов рублей. Об этом стало известно на правительственном части, посвященном началу отопительного сезона в регионе. О самых болевых точках на коммунальной карте края и о том, как решают проблемы в районах, в сюжете Елены Макаренко. Село Кусак немецкого национального района. Прошлую зиму здесь пережили в сложнейших условиях. Наступление грядущих холодов люди не просто боятся, они пишут во всевозможные инстанции. Депутаты ЭКЗС о бедственном положении села знают и задают вопрос ответственным. Правда, ответ в рио министра по жилищно-коммунальному хозяйству края обстоятельным не назовешь. По состоянию на 25 сентября на котельной гимнатей будут взяли текущие работы. Котельная отключена от этого расслабления подключения долгов. Словно, в новую муну у меня постой вопрос. Будете ли к этому отопительному сезону подключить тепловой кодекс? Да. Еще одна проблемная точка – Шипуновский район. Здесь прошлой зимой с нехваткой и плохим качеством топлива столкнулись 22 из 60 котельных. Но пока, сетуют местные жители, решение проблемы свелось к одной единственной мере – резкому повышению тарифов на тепло. Шипуновский район. Депутаты принудили принять документы о повышении тарифов на 36% на отопление, чтобы возникнуть серьезным социальным напряжением. Людям не объясняют, почему, как это основано. Никто не говорит о том, что сегодня ситуация в жилищном комплексе, «Ответы в РИО министра не всех депутатов устроили. Большинство подготовку края к зиме оценили удовлетворительно или всего лишь на тройку». Елена Макаренко, Николай Шелко. Наши новости. Алтайские спортсмены привезли 33 медали с 10-го международного турнира по китайским боевым искусствам. Среди них 6 золотых. Соревнования, которые проходили в городе Цанчжоу, являются своего рода олимпийскими играми по конь-фу. Всего в составе российской сборной участвовало 45 спортсменов, из них 17 – жители нашего края. В программе алтайских кунфуистов было выступление с традиционным оружием и кулачное искусство. В этих соревнованиях принимало участие более 3,5 тысяч спортсменов. 54 страны было представлено. И представьте, такой огромный зал, где 4 больших ковра, и ребенок выходит на ковер. Конечно, не каждый может справиться со своими чувствами, но эти дети показали себя бойцами. Кстати, тренер Владимир Сурков сам принял участие в соревнованиях как спортсмен. В Барнаул он тоже вернулся с золотой медалью. Уже сегодня бойцы опять приступают к тренировкам. Впереди новые соревнования. В конце ноября в Барнауле пройдет международный турнир по конь-фу «Путь дракона». А в апреле столица края примет у себя чемпионат России по конь-фу. А вот клуб по хоккею на траве «Коммунальщик» рискует остаться без зрительской поддержки. Оказывается, все это время стадион команды не соответствовал требованиям террористической безопасности, на которые неожиданно для самого клуба им указали правоохранители. Кирилл Политов узнавал, каким. Это только сегодня на трибунах становится громче. Предыдущие две встречи «Коммунальщик» был вынужден провести в полной тишине. Болельщиков просто оставили за периметром. Все из-за двух предписаний от правоохранителей. Пока нету разделительной полосы зрителей, поэтому ограничили количество зрителей. Но сегодня зрители, видите как. Просто полоса должны по одной входить, по другой выходить. Это и еще целый список требований в приказе МВД с номером 1092. Там указано, что должно быть на стадионе, чтобы он был безопасен как для болельщиков, так и для персонала. Например, средства обнаружения взрывчатых веществ. Другой документ, который получило руководство – постановление правительства России-202. Там говорится о том, как стадионы страны должны быть готовы к отражению террористических атак. Стадиону «Коммунальщик» присвоена третья категория. Это значит, согласно все тому же 202-му постановлению, здесь должны быть установлены две системы экстренного оповещения и телевизионной для охраны. Зрителей на входе обязаны проверять с помощью металлоискателя. Пока на «Коммунальщике» нет лишь последнего, появится в ближайшее время. Остальные недочеты тоже обещают исправить. Лишь после таких договоренностей в Кривом МВД пошли навстречу и открыли двери для зрителей. За это вот играли с электростайлю, когда трибуна была пустая, очень нагнетающая, скажем так, обстановка, еще эти стройки тут вокруг. Поэтому это морально тяжело. Правда, поддержка почти в 30 зрителей в этот раз все же не помогла. Счет болельщиков расстроил, зато качество самой игры порадовало. Желто-зеленые, словно строгие преподаватели, проэкзаменовали действующих чемпионок из Москвы. Такой же экзамен проходит и стадион. Как уверяет Владимир Кобзев, забивать гвоздь в крышку с надписью «Хоккей на траве» еще рано. Кирилл Политов, Николай Шелко. Наши новости. Сегодня православные отмечают праздник воздвижения Креста Господня. В этот день верующие вспоминают, как был найден крест, на котором якобы распяли Иисуса Христа. В Барнауле ранним утром во всех храмах прошли богослужения. Сотни людей пришли на праздничную службу, чтобы исповедаться и причаститься. Митрополит Барнаульский Алтайский Сергий провел молебен в крестовоздвиженской церкви. У здания планетария собралось священники со всех церквей города. Верующие сегодня воздерживаются от мясных, молочных продуктов, рыбы и яиц. Ну а в народе раньше считалось, что именно сегодня последний день бабьего лета. О том, что это не так, вы скоро узнаете. Она ждала своего часа целых 50 лет. Сегодня в Барнауле извлекли на свет капсулу времени. В далеком 68-м году заложили ее советские комсомольцы, поместив внутрь послания своим потомкам. Сбылись ли ожидания тех, кто ее закладывал, узнавал Илья Кочетков. Виталий Сафронов вспоминает далекий 68-й с ностальгией. Не только потому, что молодость. Говорит, жизнь тогда действительно улучшалась на глазах. Строили дома, заводы, открывались вузы. Едва ли не главный, по его словам, движущий силой изменений был комсомол. Причем Алтайский был одним из самых многочисленных в стране, больше 360 тысяч. Вот и решили в честь 50-летия организации поставить памятник и оставить послание тем, чье будущее они, комсомольцы, тогда строили. Точный текст не помнит, только настроение, с которым его писали. Исходя из этого, там и говорится, что вы будете жить в лучшее время, мы вам завидуем. Мы вам завидуем, так сказать. У вас будет больше возможности для творческого развития, самоутверждения и так далее. Увы, говорит, история решила по-своему. И сегодня среди тех, кто собрался на том же месте 50 лет спустя, комсомольцы все больше бывшие. С удовольствием вспоминающие, как тогда на пустыре перед новеньким драм-театром собрались тысячи людей. Мы тогда настолько были, взволнованы, эмоциональный подъем, такое вот вдохновение. И вот исторический момент. Капсула, которая пролежала в земле полвека, снова увидела свет. Как пояснили организаторы, Краевой комитет комсомола и Городской комитет по молодежной политике, в обозримом будущем, правда, пока неизвестно точно когда, на этом же месте появится новый памятник. На сей раз студенческому строю отряду «Алтай», который уже больше 50 лет представляет регион по всей стране. Наконец-то уже это произойдет, потому что «Алтайский край» один из ведущих в стране по студенческим строительным отрядам, потому что здесь самый лучший отряд, вот всегда знамена, каждый год «Алтайский край» выигрывает. Капсула передана на хранение в Краеведческий музей, а вот вскроют ее и прилюдно прочтут послание только через месяц, 29 октября, в день 100-летия образования комсомола. Тогда же планируют заложить новое письмо потомкам. На этот раз свои послания, не только текстовые, но и видео, смогут разместить все желающие. Информация о том, куда присылать послания, появится в социальных сетях в ближайшие дни. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, Наши новости. Классические пейзажи и авангардное искусство. В Барнаульской галерее Республика ИЗО открылась выставка молодых художников. Здесь представлено абсолютное жанровое разнообразие. Произведения модернистского направления, классические пейзажи, натюрморты, современная фотография, тематика свободная. Ограничений нет и среди отбора авторов. Поучаствовать может каждый, независимо от того, есть ли у молодого художника специальное образование. На выставку попадают все предложенные работы. Это очень важно и страшно для молодого художника, принести на суд старших коллег свое произведение. Очень часто старшие коллеги, сами художники, и не понимают замыслов и смыслов и творческих настроений молодого художника. Мы же берем работы без предварительного отбора. А я добавлю, что выставка будет работать до 21 октября. Ансамбль классического театра танца ЭОС Барнаульского дворца культуры отмечает 40-летие. В юбилейный год коллектив получил особенный и очень долгожданный подарок. Новый балетный класс. 40 лет назад это была небольшая детская балетная студия. Сейчас ЭОС – заслуженный коллектив края. Новые концертные программы и номера всегда создавались здесь, в этом классе, который еще несколько месяцев назад трудно было назвать современным. И станки вырывались, штукатурка падала, и вода текла с крыши. Все было. Сейчас очень красиво, мы довольны. На общем родительском собрании, которое проводили в начале учебного года, вопрос о ремонте балетного класса ансамбля ЭОС стал одним из самых острых. К решению проблемы тогда подключились власти Барнаула и выделили из городской казны 35 миллионов рублей. Деньги пошли не только на ремонт балетного класса. Удалось начать серьезную реконструкцию первого этажа дворца культуры. Все полностью сносится, пол уходит, все новое будет, потолки, полы, все снимется, сделается служебный вход, там будет служебный вход, и мы таким образом разделим потоки, что значит на мероприятие, и поток, который пойдет на занятия. Строительные работы совпали с началом учебного года, но на качестве образовательного процесса это не отразится, заверил директор дворца культуры. Дети будут изолированы от шума и пыли. К тому же терпеть осталось недолго. Работы здесь должны завершиться к Новому году, а уже в следующем по плану ремонт учебных классов. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания Эвалар. Реагируйте на погоду? В любую погоду лекарства Гинкаум способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. Гинкаум в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Ну что ж, ясными и теплыми днями радует нас конец сентября. В пятницу в крае без осадков. В Белокуре, Хибийске и Рубцовске до 22 тепла, в Олейске 21. В Барнауле осадков не ожидается. Ветер южноумеренный. Ночью 12, днем до плюс 23. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Все новости к этому часу. До встречи.